Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами, как вы, я надеюсь, уже поняли, находимся в Экотехнопарке. Сегодня здесь турецкая делегация из города Эрзурум во главе с генеральным секретарем муниципалитета, а также начальник отдела адресных проектов закрытого акционерного общества струнной технологии Кирилл Бадулин, который проведет презентацию развития нашего видения того, как этот проект должен воплощаться, ибо те, кто смотрит наши новости регулярно, знают, что это уже третий визит в Экотехнопарк. Ну и, естественно, здесь для того, чтобы показать Экотехнопарк и рассказать о том, что здесь происходит, высоким гостям находится и генеральный директор нашей организации Надежда Геннадьевна Косарева. Краткая информация о городе Эрзурум. Это крупный город на северо-востоке Турции, в котором проживает около 400 тысяч жителей. В пяти километрах в Турции Эрзуруму расположен горнолыжный курорт Поландокен с одними из самых протяженных и крутыми спусков. В настоящее время добраться от города до горнолыжного курорта можно автобусом, автомобилем и такси. При этом время в пути составит от 12 до 15 минут, с учетом пробок, возможно, и больше. Мы предлагаем свое решение Skyway, чтобы связать между собой город и горнолыжный курорт. Примерную схему трассы, видите, в рисунке. При этом протяженность трассы составит 5,5 километра. Сумма инвестиций в проект порядка 12 миллионов долларов, это без учета подвижного состава. Стоимость билета при этом может составлять порядка 3 долларов. В этом случае проект может приносить от 3 миллионов долларов в год дохода за минусом себестоимости. И данный проект окупится... Срок окупаемости этого проекта будет от 5 лет. Время в пути при этом составит 6,5 минут, то есть в 2 раза быстрее, чем любыми другими видами транспорта. Так, вот это общий вид трассы ини-байка, как может быть применена она в горной местности. Это основные технические характеристики транспортного средства ини-байк, которые вы сегодня также видели. Может быть, что самое интересное в нем, это, во-первых, то, что может перевозить... Такая транспортная система может перевозить до 150 тысяч пассажиров в сутки. А во-вторых, что он очень экономичен, что есть при скорости 100 километров в час расход энергии в пересчете на топливо составит всего 0,7 литров на 100 километров. И плюс у этого проекта есть ряд дополнительных преимуществ. Это рост туристического потенциала города Эр-Зурома и горнолыжного курорта. Далее, это создание новых рабочих мест и рост экономического потенциала и инвест привлекательности всего региона. Ну и в целом у меня все. Я хотел закончить тем, что SkyWay это технология будущего, которая применима во всем мире, в том числе в городе Эр-Зуром. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И когда вы поймете, что действительно телегу нужно готовить зимой, а лыжный курорт летом, строй SkyWay, спасай планету! Субтитры сделал DimaTorzok